I have ways of blowing things up. Без жести, но мне кажется, что логос у нас же уже вроде как присутствовал. Ну, хорошо, сколько у нас туннелей? 5. Давайте используем 2. Сходу нам дают еще одну станцию. Сделаем вот так. Я помню, что у нас тут большие проблемы были с туннелями, с мостами, с пересечением речной местности, поэтому в этот раз надо аккуратить. Тут просто очень много вот этого места, куда нужно будет потом дотягиваться. Смотрите, тут островное, и не могу откатить опять же, потому что очень странно эту схему сделали. Каждый раз об этом повторяю, что, типа, на телефоне ты можешь делать зум-аут и посмотреть немножечко местность, то здесь, может, я как-то... Ну, в общем, не получается мне это сделать, отъехать никак, поэтому, ладно, делаем как есть. И тут у нас будет третья линия. То есть квадраты у нас все будут свозить, по сути, сейчас сюда, на круглую станцию, а желтый... Э, не желтый, синий их будет на квадратную станцию потом развозить. А зачем ты их на треугольную повез? Ну, хотя, в принципе, там тоже можно развести их. Желтая... Давай желтую сюда. Нет, нет, стой, 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 стой. Желтая сюда, все нормально. Синю вот сюда, пожалуйста, да. Хорошо людям в орех играют. Ну, запрос на треугольную линию, кстати, довольно большой, но у меня сейчас треугольные линии есть. На каждой станции, так что все хорошо. У нас, по сути, сейчас только с квадратной станцией, как всегда, переполох какой-то, потому что она одна, она на острове, это неприятно, у меня не столько много туннелей. Локомотив берем, спасибо. Вагончик возьму, на всякий случай. И как у нас будет попадаться возможность, будем захватывать туннели себе, побольше туннелей, потому что мы, опять же, сейчас слева уперлись уже в речку, и нам нужно будет ее пересекать, и нужны будут туннели вниз. Опять же, там куча речек, это все нужно будет пересекать, нужны будут туннели. Давайте так. Я так предполагаю, что второй кончик синей ветки, который справа, он у нас будет потом вниз-вправо уходить, если будет такая нужда или возможность. В общем, пока все справляется, мы ничего не трогаем, без нужды, пока работает наш, пока не сломано, не трогай. Ну, как обычно у нас. Ой, блин, оно переросло в уникальную станцию, как я этому рад. На, держи, теперь и ты будешь проходить через... Тут будет конечная, желтая будет проходная, офигенно. Вот, смотрите, синий сейчас привез два квадрата, он сейчас на треугольник высадится, и там он заберет остальные квадраты, и кроме квадратов он ничего не заберет. И сюда пять привезли квадратов, ну это же издевательство, нафиг. Ладно, пока что поставим сюда синюю станцию. Извиняюсь, ребят. Вот, 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 я хочу через верх пустить. Я хочу и без туннеля пустить. Да, вот так. Вот так. Иди нафиг. Да, без туннеля обошлись. Супер. А ты сюда. Так, у нас проблема. Давай на желтую еще один. Этот кидаем. Локомотив, спасибо. Два туннеля, да, спасибо. Вагон... На красную. Две квадратные теперь. Ну, это же вообще замечательно. Ну, знаете что, подождите. Желтая должна идти через эти... Ну, я потрачу еще один туннель, еще четыре у меня останется. Но это мне очень сильно смягчит. Тогда только с красной мне будут скидывать. Хорошо, давайте так. Ну, что на желтые уже два локомотива. Они будут мне сгружать эту круглую станцию. Возможно, это же стоит сделать вот так. Чтобы с красной линией дублировались две станции. Тогда можно будет сгружать. Давайте так, я не против. Да. Видите, он всех забрать не может. Он набрал практически полный рот этих квадратных. Эти квадратные поприезжали. Давай сюда. Красную. И тут красные все равно продолжают накапливаться. Красные, квадратные. Тянем немножко линию от воды. Людям не так живописно будет ездить, но... Зато решим проблему. К звездочке, к звездочке. Раз, два. В принципе... В принципе... Пока что-то как-то работает хорошо. Мне бы здесь где-то с левой стороны квадратную станцию, чтобы они еще уезжали в другую сторону. Потому что они пока никуда, собаки, не едут особо. Спасибо. Треугольную станцию по пути дали. Хоть туда сбрасывать. Четыре тоннеля есть. Давайте вагон. Потому что мне кажется, что я сейчас переборщу, и потом будет не очень хорошо. Этот забирает всех. Забирает треугольников, квадратов. Сгребает абсолютно все. Треугольников он тут выкинет сейчас. А квадраты поедут на следующую станцию. Все. Отлично. Это на самом деле пока что не очень красиво. Нет. Да что ты делаешь? Давай пока вот так вот. Но мне как-то нужно будет... Наверное, или синюю, или красную. Все-таки перетянуть на ту сторону. Потому что желтая становится перегруженной. Давайте еще один локомотив по желтой запущу. Красную закинем сюда. Так, по желтой у нас ездит уже три. И этого не особо хватает. Там все так же нету квадратный. Эх, это печально. Смотрите, на красной начался коллапс. Давайте по красной запустим еще один локомотив. И ладно, давайте по синей у меня локомотива нету, да? Ждем пятницы. Вот плюсиком стало офигенно. Этот сейчас забрал шесть квадратов. Да, молодец, увез их. Но тут сейчас еще сгрузят. Он будет попробовать синюю разгрузить. На синей сейчас сложилась тяжелая ситуация. Понимаете, он проезжает просто мимо. Он едет на конечную. Зачем ты едешь на конечную? Потому что загребать все в другую сторону надо. Возьму два тоннеля еще. Не-не-не-не-не, забирай отсюда людей. Офигенно просто. Вот так сделаем. На синюю кидаем еще одного. И нацепляем на вот этого вагончик. Извиняюсь. Сюда тоже подцепляем желтую, потому что иначе оно не вытянет. Спасибо тебе, игра. Не оценил иронию. Сейчас начнут на островах мне давать, блин. Ладно. Так, что у меня там с пересечением уникальных станций? А, давайте мы тогда синюю вот сюда вот тоже подцепим, чтобы она квадраты оттуда вывозила, чтобы они шли не только с пересадкой, а чтобы они шли напрямую. Раз синий может теперь двумя поездами похвастаться. Давайте тогда так и сделаем. Блин, с плюсиком это, конечно, да. Как задача со звездочкой, только с плюсиком, да. Забирай квадратов оттуда нафиг. Блин, чуваки, скорее оттуда заберите, ну. Локомотив, переход. Вроде забрали. Локомотив, наверное... Сейчас посмотрим, куда. Да, на синюю надо локомотив кидать. Просто трындец. Да, почувствую, я тут до тысячи не доживу. Офигенно просто. Сколько у меня там тоннелей осталось? Бахи осталось два, и они просто все растаяли. Давайте я из этой станции переход сделаю. Потому что иначе другого выхода не вижу. Не, 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 не. Тут я в принципе ситуацию не спасу. Я не знаю, тут просто коллапс со всех сторон. Я желтую растянул. И мне тут даже три поезда не помогают. И глянь, она просто проходит мимо них транзитом. И все, смотри. И все потому, что у меня изолированы две квадратные станции справа. И куча уникальных станций слева. И все, оно просто не вывозит. Они квадратным забивают мне все... Смотрите, все станции, которые сейчас забиты, они все забиты или полностью, или наполовину, исключительно квадратами. И с этим ничего не сделаешь. То есть поезда мимо них просто проходят, потому что они просто полные. Но тут я считаю просто, что именно как невезение какое-то. Ладно, 742 пассажира. Мы были близки, но нет. Где мы находимся в рейтинге? Эээ, ниже серединки. Ну нет, кстати, практически середина, потому что 1500, 750, но в принципе нормально. Поехали, ладно, тогда в ежедневное... Нет, это мы сейчас были в ежедневном. Поехали в заданьке развлекаться, что у нас там пооткрывалось. Во, Токио. Токио, Чикаго, Токио. Шикаго. Шикаго мы, наверное, на следующий раз пощупаем. Сегодня мне интересно здесь. Рекорд в Токио. Это, если я правильно помню, я когда первую серию записал, я в Токио зашёл в ежедневный пощупать, поэтому у меня в нём есть рекорд, но, как вы помните, Токио у нас, как в игре, открылся только здесь. Поехали, попробуем. Так что, по сути, в этом Токио я ещё не... Вот, у нас тут шинцингуми... Шинцингуми... Шинцанкены есть. Шинцингуми. Да, привет, Гентамо. Станция появилась прямо здесь. Неплохо. Теперь у нас уникальная, кстати, треугольная станция. Если что. Я не вижу на этом фоне... Сколько у меня один туннель остался? Давайте. Вот так вот сделаем. Потратим два туннеля, но не будем делать кольцевую. Посмотрим, как оно пойдёт. В общем, если у нас есть какая-то станция, куда не доставляют другие ветки, это очень печально. Пассажиры накапливаются, это всё потом плохо работает. Так что, да. Новая станция. Вот так вот сделаем. Треугольник будет сгружать сюда, на берег, а этот, заезжая на берег, будет выкидывать треугольников туда. Да, но с другой стороны. А, у меня третий поезд только под третью линию, под скоростную, и всё. Ха-ха-ха-ха-хак. То есть я сейчас... А, уже воскресенье. Ну ладно, у них появится лишний локомотив. Немножко печально что-то. Смотрите, он даже... Не может закрыть все потребности. Так, локомотив, да? Два тоннеля, да. И, наверное, что мы с вами сделаем? Мы сделаем скоростной. Раз, два, три. Вот так. А, это быть не скоростной. Я туда простой локомотив поставил. То есть мне всё равно придётся... Ну ладно, у меня есть лишний скоростной локомотив и один тоннель в запасе. Супер. Теперь у меня, по крайней мере, есть два локомотива, которые разгружают на треугольные станции. Только этот проехал транзитом и не забрал практически никого, тварь. Квадратные у нас есть, разбросанные. Треугольные у нас только на одном берегу и на острове. То есть всё, что слева берега треугольное, оно будет перекидываться направо... То есть всё равно придётся как-то с этим бороться, блин. Такс. Ну вот, давайте вот эту линию сюда тянуть. Я не против. Я надеюсь, что у нас где-то слева всё-таки появится какая-то треугольная станция. Не слишком долго, чтобы её ждать пришлось. Вот эта вот розовая, тёмно-розовая ветка не из-за того, что она такого цвета, пассажир отображается красного цвета, а от этого выглядели, как будто специально какие-то вампиры ездят. Да, ваша ветка для вампиров. Хорошо. Ещё одна станция, подцепим к ней. Можно будет потом голубую вот сюда вот направо вывести, через верх. Посмотрим. Чтобы у нас пересечение... Вот у нас проблема в том, что у нас сейчас идёт пересечение вот этого острова. В двух местах мы тут каждый раз по два тоннеля тратим. А это печально. Слушайте. А, у нас на острове уникальное это появилось. Офигенно. Я как раз думал, как бы нам с этого острова убрать, чтобы не пересекать двойное. А у нас остров очень актуален. И на нём появилась двойная, и вообще всё хорошо. Сколько у меня... Ага. Ага. Лишний вагончик, лишний паровозик есть. Хорошо. Сюда их придётся ставить, скорее всего. Загребай всех отсюда. А с другой стороны пойдёт другой. Это тоже всё поместится. Давай. Кругляшок. Ну, кругляшок мы вроде можем себе позволить. Квадраты взгрузили, треугольники сейчас все на острове. Вот видите, он сейчас здесь проехал, и треугольника не забрал. Ну, красава просто же. Ну, ладно. Моему шоу моему, да? Поехали дальше. Ладно, одну ветку я чрезмерно усилил. Пока что, по крайней мере. Но там была нужна. Теперь я переживаю за другие ветки, что оно не будет справляться. По крайней мере, бирюзовая ветка у нас маленькая, не особо загруженная. Поэтому за них я не особо дёргаюсь. Нет, не транзитом, чувак. Вот так вот. Потому что у нас квадрат-то... Получалось бы, что он стащил по весь на тот берег, а так как они будут квадраты и на этом берегу, и на том сбрасывать. Хорошо. Пока что проблема основная с треугольниками, но вроде живём. Локомотив, да, спасибо. Вагон, да, спасибо. Вот это мы проедем вот так вот. Потому что слишком долго у нас бирюзовая ветка стала незадействованной. Мы пустим её через дополнительную станцию. Давайте мы один переход потратим и попробуем сделать вот такую ересь. Чтобы у нас конечная была треугольника, и все три проходили через вот этот вот пятигранник. Мне кажется, это будет правильно. А если нам придётся сокращать где-то мосты, то мы как раз... Ну, тоннели, то мы как раз с бирюзовой потом этот тоннель срежем. И посмотрим, не приведет ли это коллапс. То есть у нас, видите, на тёмно-розовое оно накапливается на конечных станциях. Но приезжает чел с вагончиками и как раз успеет всё это разгрести. Вроде как даже получается неплохо. Так что... Да, он забирает оттуда всех. Так. Давайте наверх туда пойдёт светло-розовое. У меня там только один локомотив. На светло-розовый. Ну, с другой стороны, ему не так много станций приходится обслуживать. Давайте посмотрим, как оно будет. Да, там накапливаются треугольники. Просто по ходу потом квадратные, круглые и треугольные, они всё равно обслуживаются. У него хвостовая вот эта верхняя станция, светло-розовая, она как бы не в опасности пока что находится. Кстати, давайте тогда вот так и вот так. Запустим туда тоже второй локомотив для безопасности. Ещё один спасибо. Вагончик, пожалуйста. У нас уже два вагона есть. Это огромное преимущество. Видите, они приехали вдвоём, разгребли всю станцию. Всё хорошо. Угу. Так, смотрим. Чтобы не возникало опасности, смотрим. А, он треугольников, кстати, выгрузил, потому что шёл в другую сторону. Типа его треугольников сейчас заберут с другой станции. Хитрый. На, держи тебе вагончик, чтобы ты не брезговал. И я тебя продлю сейчас. И вон треугольников сюда... У нас треугольник появился на левом берегу. Да ладно вам. Это свершилось. На, тебе тоже вагон. Эти большие, пусть они с вагонами ездят. Так. 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 Вот так вот сделаем. Кажется, что как раз скоро мне придётся Шин Цунгкен отправлять по этой, по этой линии. Так, треуголь... У-у-у, ещё один треугольник, я как раз на них жаловался, да? Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Тогда цепляем его на эту ветку. Вот так вот реорганизуем ветку неделя. Хочу ли ещё одну линию? Дай я тебе переход возьму пока что. А можно... Так-то да, вот так вот сделать. Вот так. Я говорил, что мне придётся тогда жертвовать этим. И... А, нет, он там идёт на треугольник. Ну, пусть тогда и сюда, и на треугольник идёт. И ставим сюда, тогда... Тогда, сюда, сюда, тогда... Ставим сюда скоростной. У нас тут... Да-да-да-да-да-да, я понял, прикол. Всё, поехали, давай, ставим скоростной. Ставим... Сюда ещё один. Станция осталась не подключена. Нормально, да? А, мне нужен тоннель. Ещё один треугольничек нам решили подкинуть, спасибо. Я как раз их хотел, да? Так, пять сотен человек мы доставили. Что не может не радовать, правда? Давайте, может быть, вот эту станцию сюда ещё включим. И ещё один локомотивчик вот сюда. Быстренько такой приехал. Да, скоростные поезда, это тема. Локомотив, да, пожалуйста. И да, два... Блин, я вагон хочу. Мне придётся два тоннеля брать, потому что иначе я загну. Сейчас мне дадут на каком-то, блин, тридесятом острове, и всё. Здравствуй, жопа, Новый год. Через круглый, конечно, круглый. Круглый дофигища. Чё мне по-розовым? Розовых у меня три. Один скоростной, два обычных. И они так себе справляются, честно говоря. Ну, они делают всё, что могут, я не спорю. Просто, что их не хватает. И вот гляньте, гляньте на это свинство. Придётся делать вот так. Блин, а это ещё и дублировать придётся, наверное. Да, придётся. А, уникальная станция, супер. Какие-то обожаю. Что у меня есть в запасе? У меня в запасе перехода и локомотив. Ладно, сидим. Улыбаемся и машем. Сидим, ждём. Почему мне не дали ни одного скоростного локомотива? Не предложили ни одного скоростного локомотива до сих пор? Так, тут уже четыре трудятся, да? Ну-ка, стоп. Да, на эту я уже подцепить ни один не могу. Могу подцепить на вот эту. Ну-ка, больше я ничего не могу сделать. Ещё один тоннель стоит. Да, так оно тут поменялось. Или стало, или как оно там. Локомотив, да? Вагон, да? А, на эту я тоже больше не могу поставить. На эту могу поставить. Слушайте, а на самом деле я-то глупости делаю, да? У меня есть скоростной локомотив. А вагоны я цепляю на обычные. У меня на розовом, в принципе, ни одного вагона просто пока что нет. Да. Ещё одна уникальная станция. Но я скоростной локомотив на другую ветку переставлять не буду, потому что... Сберите оттуда, пожалуйста. У меня перехода нету? Есть. Если что, я попробую спасти эту станцию переходом. Посмотрим сейчас. Сгружайте людей оттуда нафиг. Вы чё делаете? Фух, вроде что-то собрали как-то. Вот ты, дружище, ты должен забрать... Не отсюда ты должен забрать! Отсюда забирай всех. Ещё и со следующего... А, со следующего ты уже никого не заберёшь. Этот сейчас треугольник выгрузит и заберёт здесь, скорее всего. Да, просто кобздец. Локомотив, вагон... Так. Кому я могу вагон нацепить, чтобы вы лучше, эффективнее работали? На тебе вагон, кстати. Нет! Тебе! Блин. Это катастрофа. Вот эту станцию её нужно делать переходом. Так, на какую летку ветку я могу ещё нацепить? На голубую. Вот здесь у нас тоже проблема. Так, среда у нас сейчас. Ну-ка. На плюс как-то надо вывозить. А плюс у нас находится... А же он в том конце, и как-то вывозить, или даже вывозить, вообще непонятно. У нас нету локомотивов, которые собирали бы людей в таком количестве. У нас две ветки идут к плюсу. Да, согласен. Ну, блин. Ну, вот глянь, вот он просто мимо проехал сейчас. Огромный с вагоном взял, проехал мимо. А, ну, то есть... Ну, ты ж туда едешь, в плюсовую сторону. Ты что вообще делаешь? Смотрите, никто не собирает чуваков с плюсами. Офигеть. Ну, то есть, серьезно. У нас есть розовые и темно-розовые ветки, которые идут. Вот, смотрите, это сейчас останавливается. О, ромб. И плюсиков никто не пытается даже развозить. Станция сверху сейчас лопнет. Ну, как бы, да. Все, приехали. Спасибо за локомотив. Спасибо за тоннель. Я даже не могу туда, на эту линию больше. Там одно это... Ну, все, короче, ясно. Ладно, по крайней мере, тысячу людей мы перетащили. Честно, я иногда логику этой игры абсолютнейше не понимаю. То есть, практически пустой локомотив там с вагоном. Он идет в сторону плюсовой станции, проезжает мимо станции, на которую нужно загрузить 7-8 плюсиков, и он никого из них не забирает, просто проезжает транзитом. Хотя это не транзитная станция. Типа, а в чем логика? Я понимаю, если бы он в другую сторону ехал бы, но нет, он едет в нужную сторону. Ладно. Все, ребятушки, тогда будем на этом заканчивать. Увидимся на следующей неделе. Пока что. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, поправа. Всем молодушек. Всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok